всем привет меня зовут саня сяоми 14 light или на данный момент от циви 4 про будем топить топить нельзя смотрим ну что к слову прошлый раз когда отопил получается пока f6 про я говорил что все хорошо но в итоге мне пришлось его перезагружать хотя где-то мне уже в комментах писали что там айпи 68 я не знаю где они в рекламе это видели на циви 4 про или 14 light надеюсь что это 14 light нет никакой официально заявленной защита от влаги разумеется так делать не стоит и теперь это не просто слова после того как у меня столько смартфонов утонуло даже имея защиту от влаги но с одной стороны с другой стороны вы же смотрите контент для чего для того чтобы узнать для себя что-то новое и хоть как-то я что-то для вас проверил вот я проверяю что если вы минимально будете его под тапливать то с ним ничего не случится если что-то случится напишу в своей личной телеге там подписывайтесь скачивайте кстати исходники фото и видео ну начнем всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани и здесь только подробно обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом сяоми циви 4 про я очень надеюсь что это будет сяоми 14 light почему потому что он нереально крутой насколько он крут 120 герц экрана разумеется разумеется за четыре с половиной сотни плотность пикселей супер яркий экран помимо этого допустим геншин импакт даже при 60 фпс он яркость у меня не сбрасывал если говорить про поедание процента заряда 30 процентов заряда на 60 фпс высоких настройках съемка супер классная сравнил его специально самсунгом с 24 плюс и разница в стоимости как вы понимаете в два раза и вы думаете что с 24 плюс его по полной программе уделал нет вы ошибаетесь и снова не буду на вас давить может быть вам покажется что самсунг везде оказался хуже если говорить о собственном смартфоне какие у него большие плюсы первое это новый процессор да он менее мощный в каких-то моментах особенно по графическому процессору чем snapdragon 8 ген 2 но это snapdragon 8 с ген 3 чем он хорош первую очередь то что он получше оптимизирован с точки зрения энергопотребления смартфон не сильно греется мне понравилась его съемка да где-то он выкручивает контраст но в то же время у тебя есть 4к 60 фпс на основной модуль очень приличная фронталка и в целом в принципе из компактов у нас что сейчас на рынке кроме самсунга с 24 и iphone и 15 по большому счету ничего я не буду вспоминать какие-нибудь другие смартфоны потому что те же смартфоны че они вообще странные если брать японский смарт у них какие-то космические цены и более-менее из популярного ничего нет это фактически пусть даже не стопроцентный но компакт самое для вас главное что не забываем скачивать исходники в моей личной телеге у фотографий и смотреть сравнение видео смотрим распаковка весит посылка 586 граммов поставляется данные смартфону минималистичной коробки в белом цвете из разумеется плотного картона не забудем сказать же и про надпись лейка но если серьезно не ведемся на подобные надписи осмотрим примеры съемок и сравнения всегда на упаковке есть название модели и краткие характеристики упаковка стандартная в комплекте мы имеем пластиковый чехол смартфон с наклеенной защитной пленкой краткое руководство кабель с юсби айна тайп си и блок питания на 67 ватт как у циви 3 слот прорезиненные под две наносим карты карту памяти не запихать весит смартфон без чехла 182 грамма габариты составляют 157 на 72 на 11 с половиной миллиметров с блоком камера компакт прям 7 обзоров неделю выгружая ежемесячно разыгрываю по смартфону в конце каждого месяца на данный момент это пока ик 6 про для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом написать любой осмысленный комментарий больше пяти слов и либо в комментарии либо в описании своему каналу указать свое имя в телеге подписаться на телеграм-канал скидок и вы автоматически в розыгрыше если победите я вам напишу все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме перейдем же к смартфону начнем приобрести данный смартфон можно в зеленый голубой фиолетовый и черный расцветках сильных изменений в дизайне по сравнению с цветри нет но при этом первое что бросается во внимание это лет вспышка которую расположили в блоке камеры они отдельно как в прошлой модели и широкое кольцо с насечками у блока камер в цветри оно было не такое громоздкая но несмотря на это тыльная частью cv4 pro все равно выглядит аккуратно тыльная часть выполнены из стекла а рамка из металла за что плюс официально заявленного стандарта водонепроницаемости нет и смартфон лежит в руке удобно он легкий и пользоваться одной рукой можно далее на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости к сожалению разъем юсб тайп си от аг версии 20 далее есть микрофоны и стереодинамики с поддержкой dolby atmos звучание довольно качественные перекос есть между верхним и нижним динамиком но не критичный я сказал что мы наверно уже к этому делу вообще привыкли вибромотор настраиваемые тактильно очень приятный почти как у флагманов почти как у ван класса и по мощности хватает наверное в первую очередь это из-за габаритов мне он понравился супер топового не назову но он хороший миниджека нет а и к порту стандартно для сяоми в наличии это удобно летим дальше смартфон оснащен amoled tsl s cost c8 дисплеем на 6,55 дюйма с разрешением 2750 на 1236 пикселей дисплей защищен стеклом corning gorilla glass victus второго поколения экран прямой но с небольшими скосами по краям и многим это будет удобно многим наоборот нет подбородок слегка выделяется на фоне остальных рамок матрица экрана 12 бит цветовой охват сто процентов dc и p3 есть поддержка dolby vision и hdr 10 плюс плотность пикселей 460 ppi заявленная яркость 700 нет максимальная 1400 нет и пиковая 3000 нет сколько он выдает по моим тестом вы видите но в целом 1700 люксов он выдает в пике и в максималке выдает спокойно 800 плюс еще есть режим sunlight частота обновления экрана максимум 120 герц технология ltp он не поддерживается то есть никакого 1 герца вы здесь не увидите тест на частоту дискретизация касания выдал средний результат мультитач на борту экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно частота регулировки шима 2160 герц показатели шима выше 30 процентов не поднимаются опять же смотреть по какому прибору если допустим радоксом измерять как мы в основном любим то и 15 процентов нет а вот если чем-то посерьезнее то тогда за 30 кое-где переваливает полноценный always on display в наличии за что плюс далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами сканер отпечатков пальцев работает без нареканий завести можно пять раз один и тот же отпечаток пальца либо пять разных отпечатков распознавание лица срабатывает под углом ко всему можно еще и два лица завести что стандартно для сяоми хорошо и удобно процессор установлен qualcomm snapdragon 8s gen 3 вспоминаем пока f6 который сейчас продается по 28000 там точно такой же процессор с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота у него 3 гигагерца графический процессор adreno 735 оперативная память lpddr5x и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт внутренняя память ufs 40 на 256 гигабайт и 512 гигабайт операционная система hyper os на базе android 14 версии занимает она 9,6 гигабайта после последнего обновления система работает довольно быстро google сервисы на борту русский язык в данной версии недоступен имеется поддержка вай фая 6 версии поддержка 5g сетей 4g сетей ниже для 4g 7 20 бэнд отсутствует датчик приближения за время использования меня не подводил запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника начале записи bluetooth версии 5.4 список поддерживаемых кодеков вы видите на экране по мне их более чем достаточно и на все модуль в наличии можно устанавливать мир пэй оплачивать покупки бесконтактным путем по навигации используются gps от gps бейдоу глонас галилы киузет ss gps тест показывает стандартный для куалкома точность 3 метра не супер быстро но и не супер медленно выдает он в писи марки 8 часов с лишним при максимальной яркости максимальной герцовки это неплохо в среднем заряжается от 0 до сотки у меня за 55 минут и поддерживает он быструю зарядку до 67 ватт беспроводной зарядки здесь нет за один час просмотра видео на ютубе выходит в среднем пять процентов заряда сколько уходит в играх можете посмотреть на пользу прожарки но в целом все адекватно 20 до 30 процентов все будет зависеть разумеется от графики и будет зависеть от яркости экрана ничего фееричного нет но напоминаю что на данный момент смартфон не особо сильно оптимизирован под игрушки допустим в папку не устаете вы 60 фпс увидите максимум 90 фпс почему-то не поддерживается в то же время допустим геншин импакт на 60 фпс отрабатывает прям волшебно перейдем к тестам как он проходит троттлинг тест вы видите на экране все очень даже хорошо как говорится тест планировщика пройден гиг бенча шестом в сингл коре 1916 мульти коре 5083 в gpu скоре 8860 3d марки он показал устойчивость не меньше 88 процентов solar bay стресс тесте выдал 5017 баллов и solar bay 5110 баллов остальные результаты введите на экране в antutu выдал результат в один миллион четыреста двадцать тысяч попугаев сторож с показал отличные 174 тысячи стресс-тест прошел смартфон уже хорошо результаты вы видите летим дальше как вы уже заметили в данной модели используется алгоритма отлейка что конечно за эту стоимость отлично основной сенсор light hunter 800 в 50 е на 50 мегапикселей с автостабом апертура 163 максимальным разрешением для видеосъемки 4к 60 фпс сверхширик о в 13b 10 на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов апертурой 2 и 2 последний сенсор это телефото сенсор samsung gn1 на 50 мегапикселей с апертурой 1 98 и двухкратным оптическим зумом с фронтальной части расположили основной сенсор samsung s5 k gd 2 на 32 мегапикселя с апертурой 2 и 0 автофокусировкой углом захвата в 78 градусов широкоугольный фронтальный сенсор также samsung s5 k gd 2 на 32 мегапикселя но с апертурой 2 и 4 углом захвата до 100 градусов максимальное разрешение для съемки видео 4к 30 фпс я сравнивал циви 4 pro со смартфоном samsung galaxy s 24 плюс вкратце циви 4 pro перекручивает цвета в отличие от самсунга скинтон уходит в красные тона со светом лучше справляется с 24 плюс по детализации я бы отдал предпочтение циви так как картинка более детализирована если кропать но в то же время и более контрастная ночью с основных сенсоров больше вытягивает информация с 24 плюс и шумов разумеется у него тоже больше чем у циви 4 pro фронтальный сенсор однозначно лучшего с 24 плюс короткие примеры вы сейчас увидите как и сравнение особенно интересно это с той точки зрения что из 24 плюс практически в два раза дороже ну что эпичная битва после дождя 4к 60 фпс на обоих смартфонах они оба в дождь не попали попал в дождь только я но вот так примерно вы сможете на них снимать в лучах каком-то смысле заходящего солнца и насколько вам нравится картинка вот у меня вообще что самсунге стали как-то с камерой не дружить то есть все что они тестируют самсунгов и какое-то идет пропадание кадров плюс еще печаль какая-то составом может быть мне так кажется может быть нет может не написать вот какие-то фризы прием все обновлено и или или у них такой прикол они нормально выпускают а потом через месяц все начиная отлагать не не должно быть так не должно быть так как она есть сейчас и вот так 14 light надеюсь на данный момент это просто циви 4 сейчас 6 набор 5 секунд ну здесь он уделывает самс по полной тебе кругу да и разумеется немного дыма принципе две минуты в таких условиях заглазая за уши для того чтобы оценить насколько что снимает хорошо или плохо правильно ну что 4к 60 fps 4к 30 fps два смартфона вот такая разница у съемки на фронталку 4к 30 fps у 14 light x1 x206 разница конечно колоссально по функционалу потому что вроде бы этот функционал у самцы давным-давно вроде бы должны были все скопировать потому что эта штука максимально удобно и не нужно тебе никаких стоковых программ не нужно тебе потом не исклеивать ничего вопрос то переключаешь камеру и все но нет видите оказывается что это довольно сложно технически востоковую в родную камеру приложение запилить это дело и они этого делать не так два ультра ширик один может снимать в 4к 60 fps это у самсунга с 24 плюс другой у xiaomi 14 light может снимать только в 4к 30 fps но все равно он делает это очень достойно по мне и многим стоит у него поучиться после всяких похоже 6 6 pro которая тестировал я смотрю на эти ультра ширики да ладно ну вот можно же нормальным модули запихивать да пусть даже на сяоми легкие фризы но все равно они не такие уж печально кстати напоминаю что подобного рода контента у меня много на канале ну а матрица в том что в 4к 30 fps вот такая будет разница и здесь нас samsung может переключаться уже в этом режиме и оценивайте x10 максимум можно делать на сяоми 4к 30 fps ультра ширика при переходе и 2 ультра ширика губы 4к 30 fps в работе 4к 60 fps и чтобы никто не говорил что здесь у меня адаптировано под как-то называется под жару в торговых центрах здесь очень холодно и вот так вы сможете снимать но я 24 плюс либо на все мечты циви 4 даже достойненько еще немного 4к 60 fps ночью и вот на этой локации великолепно видно светочувствительность сенсора обратите внимание на самсунг с 24 плюс вот эти здания и на сяоми 4 циви про циви 4 про либо сегодня я очень надеюсь что это будет сяоми 4 слайд потому что если они сделают из циви 4 light это будет печаль два ультра ширика 4к 30 fps и здесь тоже очень великолепно видно светосила или алгоритму пусть даже на самсе очень много шумов но вот это хотя бы картинка она силами нет сейчас основной модуль найдите 10 отличий да даже здесь очень-очень заметно как кто работает со светом ну что же 4к 60 fps и еще лифт и некоторые снимаются в бейсболках это часто модно вот так сможете себя снимать бейсболки специальные еще выбрал футболку чтобы она была бледно-голубого цвета почему бледно-голубого samsung контраст выкручивает это четко видно сейчас то есть реальный цвет футболки он на сяоми у самсунга нет радость или печаль решать вам но зато в лицо снимает сам слышу и 4к 60 fps съемка с двух рук против солнца и пройдет пройдусь чуть-чуть до камушков принципе даже до камней тени на 20 секунд вам хватит вот 4к 60 fps против 4к 30 fps на сяоми я вам скажу что на сяоми 4к даже 30 fps стабилизация очень даже неплохая очень и опять же на сяоми можно делать вот так на самсе это максимум так она тоже бывает шел шел рассказывал а с 24 плюс не включил вот так сможете снимать с двух рук в 4к 60 fps на эти два смарта дать чуть-чуть в движении к камушкам и к зелени и фронталка 4к 60 fps против 4к 30 fps у сяоми ну что сравнение фото если мы берем фотографии допустим сумок здесь все довольно просто смотрите с одной стороны я бы мог сказать что сяоми по полной программе уделывает samsung потому что вот смотрим сяоми детализация и samsung детализация что с деталями у сяоми намного круче все и чтобы понимали что разрешение 4000 на 3 здесь у нас у сяоми разумеется 4096 на 3072 25 миллиметров то есть основной модуль но здесь и здесь 23 миллиметра основной модуль но радость в том что у самсунга цвета правильные повторяюсь скачиваем исходники если по деталям и по всему остальному вам необходимо смотреть исходники если говорить про основной модуль здесь тоже самое контраст сяоми выкрутил кто-то этой фотографии но в целом фото выглядит намного лучше то есть то что сделал шумами и всем остальным samsung это не в красную армию вообще если говорить 14 light вот посмотрите на фронталку вроде бы samsung должен ушатывать фронталку 14 light по полной программе отключена было улучшение но samsung решил сгладить это дело не знаю почему и по волосам и по всем другим параметрам он проигрывает я все-таки наверное постепенно ухожу к мнению что samsung делает камеры сначала хорошо через месяц еще лучше а потому с ними что-то делает неладное но я уже раз 10 наверное смотрю на эти фотографии и оцениваю их но не это главное для вас теперь главное что что я вам первое скажу смотрите у сяоми все отлично но по детализации где-то она может выигрывать цвета если вы скачаете исходники вот здесь менее натуральные чем samsung x сяоми выкручивает контраст по деталям если даже говорить про то что сенсора одинаковые вот посмотрите основной модули здесь я имею ввиду что модули одинаковые основные на том и другом сенсор разумеется разное плюс-минус они отрабатывают если в общей картине одинаково в этих условиях единственную у сяоми ощущение дымки но опять же возможно из-за того что должен был хотя обычно ощущение дымки добавляет samsung если брать вот эту фотографию вот смотрите сяоми и samsung у сяоми была проблема был дым от молельных комнат здесь у самсунга такой проблемы не было но посмотрите как samsung отработал вот здесь на этом участке как сяоми для меня важнее всего как девайс отрабатывает в автомате если ты видишь в автомате какие-то проблемы допустим о сяоми в автомате проблему видите вот этот цвет что такое голубые штуки их там не было что за беда вот у одного и второго я не знаю здесь как будто картинка у сяоми у самсунга не легче если честно то есть он еще и выбелил все и в целом все-таки по общей картине сяоми в этой в этом сценарии справился в каких-то местах лучше в каких-то хуже достаточно посмотреть на эти облака что сделал с ними сяоми и все и кажется что не так волшебно если говорить про фронталку вроде бы у сяоми все хорошо но когда ты берешь фронталку самсунга то и морщины становятся объемными и волосы вырезаны не так не так говорю для того чтобы ощутить всю глубину глубины разницу фотографии необходимо скачать исходники мой вердикт по основному модуль samsung чуть лучше нужны прямые руки и то же самое касается фронталки samsung на голову выше но не каждый это увидит значит значит что значит по большому счету вы может разницы и не увидите и все что снимает дороже в цене выше с трех сотен долларов не третий эшелон только давайте сразу по метку все снимает более менее круто и даже если здесь посмотреть то каких-то моментах даже на кропе выигрывает больше самсунг местами местами сяоми но здесь все зависит от маркетологов когда вам надо чтобы люди рассказывали что кроп не имеет значения чтобы продать смартфон они будут говорить кроп не имеет значения когда надо его захейтить потому что это не реклама они могут говорить ну вот смотрите на кропе какая печаль притом не сравнивая разумеется с какими-то конкурентами особо так выхолаживает и dx марка остальная тусовка всякие он раю huawei за которые они получают тулярды долларов чтобы делать все лучше чем есть на самом деле здесь все плюс-минус одинаково по разнице в стоимости сяоми значительно дешевле и по этой причине могу сказать что если брать разницу по съемке сяоми молодцы молодцы скачивайте исходники делайте выводы сами 4к 30 fps немного фронталки и посмотрите как на 08 если переключаться можно много увидеть это x2 удобная штука особенно учитывая что кружочек есть и сразу идет отслеживание лица 4к 60 fps съемка с одной руки и вот так будут выглядеть цветы лучах заходящего солнца 4к 30 fps hdr основной модуль ультраширик x2 x4 основной модуль ультраширик и 4к 30 fps еще ли фронталка 0806 x2 1080p 60 fps 4к 30 fps с hdr можно уходить ультраширик вот смотрите как модули будут переключаться с основного с ультраширика на основной на ширик и вот так x1 и где-то 8 и максимум x10 и 4к 60 fps без hdr футблогингу да так что с цветами чуть-чуть более почему он бледным снимает потому что на него пар попадает а так ну а так цвета все равно не соответствует чуть-чуть темнее они но в целом очень-очень близко он делает это все вам более аппетитным скажем так вот он видео под съем по неправильному питанию но так по цветам все четко в этот раз все четко прям прям вообще это 4к без всяких сравнений фронталка 4к 30 fps 08 а вы видели этот глюк если вы видели то же самое очень удобно кружочком менять зум переключение происходит ну не плавно однозначно и вот так на 06 на фронталку можно снимать притом это также удобно почему потому что тебе не не особо надо далеко руку держать хотя искажение довольно прилично и по мне конечно качество картинки такой себе это если x2 x1 максимальная длина руки комфортная длина руки x108 тоже комфортные и 06 вот так и основной модуль без сравнения ультраширика но ультраширик здесь на 4к 60 fps не переключится 4к 60 fps еду после дождя основной модуль xiaomi циви 4 pro или 14 light и аккуратненько позади меня машина еду и снимаю с одной руки так делать разумеется не стоит потому что эта штука максимально опасно максимально неразумно тем более после дождя катать по мокрому асфальту разумеется еще менее разумно снимать но многие снимают об этом достаточно посмотреть короткие видео где угодно на всех платформах при том как вертикально так и рез горизонтально как и в дождь так и в цунами так и в остальные моменты так вот на этот смарт 4к 60 fps съемка будет очень достойный китайцы китайские туристы китайцы тайские представители китая в общем неважно это все примерно вот так сможете снимать и по мне съемка классно хотя цвета чуть-чуть перекручены но они и правда яркие сегодня еще немного вредной пищи вечер или день и ультра ширик основа так сможете снимать здесь и немного подсъема кофе совсем чуть кофеварка недомыта но нам же необходима картинка никакого дополнительного освещения нет и вот так вы сможете снимать как ваш кофе варится заметьте как кстати неплохо учитывая что идет получается пар автофокус работают то есть как бы они смещался они все равно чуть-чуть играют пальцем не помогают хотя бы скорее всего если будете подобное снимать будете помогать пальцем вы этого не делаю и кстати плита будет вот так выглядеть ну неплохо или по-другому если сказать очень даже хорошо еще немного что кстати поближе надеюсь не убью его ток не попадет на смартфон ваши ставки господа и финалочка 4к 60fps без hdr и вот такой вот мини финал на так я устал от пока фонов сказать о них что 14 light это прямо после него будет с 24 ультра которая уже гоняю месяц 3 это прям супер и скорее всего вы сейчас видите обзор на 14 light и сегодня же я буду гонять вечером в стриме на прожарке с 24 плюс samsung при том с 24 плюс уже пришло мне кажется на моей памяти уже обновление 6 на light кстати тоже приходила вот на этот смартфон пилят пилят минусы старый разъем type-c нет миниджека и нельзя расширить внутреннюю память вставив micro sd ну и помним что это китайская версия global к будет намного дороже если она будет на базе циви 4 про не циви 4 это будет цвет блеск красота потому что смартфон нереально удобно я считаю его компактом и все в нем хорошо цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании ну и резюмировать я бы хотел довольно просто в первую очередь спасибо мне за то что я его купил и продавать его буду с довольно большой потерей средств почему потому что здесь нет ни 7 не 20 бенда и стоимость этого смартфона вообще не волшебны если вы посмотрите то стоит он дороже чем пока f6 прав глобалки напоминаю что сейчас пока f6 про продает по 37 плюс налог там выходит вам он в 40 тысяч и пока f6 который на том же самом процессоре выходит в 27000 плюс налог где-то 1029 и это очень круто я говорю про пока вот это вот дело она дорогое всегда light и дорогие но чем мне нравятся light и начиная с 11 серии у сяоми тем что они классно снимают опять же это мое мнение надеюсь что вы поставите лайк этому ролику напишите чтобы я продолжал делать обзоры на китайские смарт и я гонял для вас его четыре часа на пользу стримы в прожарке где гонял его в тестах мы общались по поводу него и плюс я играл в него в онлайне второй момент завтра будет обзор одним кадром где буду ходить снимать на него и вы сможете для себя оценить стоит ли вам его приобретать понятно что у него нет каких-то фишек относительно самсунга с 24 плюс он не может переключаться на фронталку он практически подчистую проигрывает по фронтальной как раз камере вообще минусов очень много не считая бендов но виду именно компактных размеров и качественной съемки аналогов у компактов в перспективе не будет я повторяю что я очень надеюсь что это будет 14 light я очень надеюсь что они поставят ценник ниже чем у сяоми циви 4 pro потому что он сейчас конский в прямом смысле но он популярный самое смешное что даже китайские версии этого смарта покупают почему потому что даже в моей небольшой руке он лежит комфорт запись собеседникова без уведомления о начале записи разумеется здесь есть это же китайская версия смарта датчик приближения у меня не глючил и какие-то такие моменты субъективные здесь хороши но объективно в этот ценник я бы приобрел много чего допустим тот же samsung s24 на снапе но это то как я вижу вы можете видеть по-другому имеет ли право на жизнь подобный аппарат пишите в комментах огромное спасибо за просмотр девайсу в отрыве от стоимости от меня да если это будет 14 лайт я буду безумно рад если брать стоимость что что сейчас он продается однозначно и нет без 7 и 20 бенда это даже не смешно нужно идти брать пока и забывать что там камеру чуть-чуть хуже потому что не настолько они лучше чтобы стоимость была такая у этого дела космическая добра и удачи вам дорогие друзья